Коронавирус начал поражать чиновников и членов правительства Башкирии. Об этом на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказал Радий Хабиров. Вы обратили внимание, что, скажем так, коронавирус, образно говоря, подбирается и к нам с вами, членам управленческой команды. Наши работники начинают болеть, поэтому я, конечно, просил бы вас самих соблюдать очень строго санитарно-педемиологический режим. Всем тем, кто заболел, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления, но в целом вы видите, что по целому ряду регионов управленческие команды начинают испытывать удары от коронавируса. Своей заботой глава республики не обделил и школьников, поэтому он запретил выпускникам праздновать последний звонок и собираться компаниями. Вместо этого ребятам предложили встретиться в режиме онлайн. Если же гуляния состоятся, то наказано будет руководство школы. Отметим, что не так давно выпускники обращались к Хабирову на его странице в социальной сети с просьбой не отбирать у них праздник. Мы договорились, что никаких гуляний, никаких мероприятий, никаких ресторанов в связи с последним учебным пневмом. Не получите вспышку из-за детей, ладно, чтобы дети наши не пострадали. Сразу предупреждаю, если я узнаю, что в каком-то классе или какой-то класс собрался и отмечал 29-й, директор будет уволен. Но окончательно попрощаться со школой выпускникам мешает не только пандемия, но и ЕГЭ. Экзамен и раньше имел массу сложностей в своей организации, но в этом году к ним прибавились санитарные требования. Теперь перед началом экзамена у каждого учащегося проверят температуру. А при рассадке в аудитории рекомендуется обеспечить дистанцию в полтора метра. Разработаны пять методических рекомендаций в отношении подготовки туристического сезона, требования по общественному питанию, в отношении детских оздоровительных учреждений, в отношении фитнес-объектов, в отношении правил поведения при сдаче государственного единого экзамена и в части подготовки к работе общеобразовательных учреждений. Вот эти нормативные документы будут опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Локализовать новый очаг инфекции удалось и среди тех, кто школу уже закончил. Как сообщили на совещании, трое инфицированных студентов были обнаружены в одном из университетских общежитий Уфы. На сегодняшний день в студенческих общежитиях остаются 5163 человека, из которых 3479 студенты из других стран и субъектов России, а также сироты. Инфицированные студенты обнаружены в третьем общежитии БГУ, они госпитализированы. Состояние у них удовлетворительное, можно сказать, болезнь проходит без симптомов. Те, кто проживал в общежитии и контактировал с госпитализированными, помещены в изолятор. В общежитии проведена дезинфекция в помещении и входной группы. Окончательно режим самоизоляции может быть снят в начале следующего месяца. Как отметил Радий Хабиров, если эпидемиологическая ситуация в Башкирии останется стабильной, то с 1 июня к жизни должна вернуться вся экономика республики. Егор Полторыхин, Градской телеканал ЮТВ.